Всем привет! С вами Одесситка из дождливой Швейцарии и Женечка. Сегодня у нас очень важный день, так как мы идём открывать Жене счёт в швейцарском банке. Не как-нибудь, а счёт в швейцарском банке. Уже назначена тренировка. Значит, кто ещё не подписался на мой канал, может сделать это прямо сейчас. А мы с вами продолжим эту интересную тему, так как нам придётся обойти несколько банков и выбрать самый лучший вариант. Отдельно хочу похвалить Женечку, которая медленно и постепенно начинает выникать в швейцарское общество. Итак, значит, пока я была на работе, Жене нужно было самостоятельно пойти в гимайнды, а потом в банк, чтобы сделать термин, так как дозвониться в банк было невозможно. И вуаля, Женя совсем справилась. Не зная языка, на пальцах, всё получилось прекрасно. Дальше больше. Она решила сходить в магазин и купить продукты, так как решила что-то особенное приготовить. И там она справилась с задачей. Ну и на обратном пути она заскочила в оптику, так как у неё поломался чехол для очков. И, о чудо, ей не просто дали чехол, а ещё и бесплатно. Чего, конечно, мы не ожидали. Она спрашивала, коштет, коштет? Они говорят, не надо. И, конечно же, она в шоке, потому что в Украине она этот чехол покупала за 150 гривен. Два года назад. Вот, видите, какой чехольчик дали бесплатно, ещё и с тряпочкой. Конечно же, здесь реклама идёт с телефоном. Но и заодно отрекламирую эту фирму и магазин, которые такие любезные оказались. И поняли мою тётю с полуслова, что ей нужно. Вот, так что, видите, Женя делает уверенные шаги. И Женя уже не боится выходить из дома. Мало того, ходит ещё и по разным инстанциям. Мы уже затронули банковскую тему. Отвечу на вопрос, работают ли в Швейцарии украинские карты. Вот, значит, у меня карточка PrivatBank. У тебя, Женя? Тоже. Тоже. Значит, PrivatBank карточка работает. И, кстати, пенсия Жени приходит на карточку PrivatBank. И пока что ни разу не было никаких задержек. И мой вам совет. Если у вас есть деньги на карточке, то лучше их не снимать в банкомате. Потому что тогда у вас будет двойная конвертация. Потому что деньги сначала будут переводиться в доллары. А доллары во франки. И при съёме вы получите франки. А когда вы будете этой карточкой рассчитываться, покупать продукты, то тогда просто будет у вас пересчёт по курсу на день покупки. Намного выгодней. Кто меня спрашивал, как пополнять украинские карточки деньгами? Я пользовалась всегда платёжной системой PaySend. Можете попробовать. Но для этого вам нужно иметь счёт и кредитную карту швейцарского банка. Поэтому перед тем, как эту операцию делать и открывать счёт в PaySend, спросите в своём банке швейцарском, где вы уже открыли счёт, можно ли переводить деньги в Украину. Сначала мы зашли в Кантональный банк, БЭКС, и не было сотрудника, который бы мог дать нам вразумительный ответ. Убили там почти полчаса времени и не получили никакой информации. Идём дальше. Многие спрашивают, как вывезти деньги со Швейцарии в Украину. Конечно, есть платёжные системы, которые позволяют со швейцарской карточки переслать деньги на украинскую карточку. Но я вам это не советую делать, так как вы получаете социальные деньги, которые под контролем у государства. То есть вам даёт деньги швейцарских налогоплательщиков, так как вам нечего кушать, пока вы не устроитесь на работу, а просто брать деньги из социальной помощи и выводить их за пределы Швейцарии, это запрещено законом. И я вам расскажу одну ситуацию. Она была во всех газетах швейцарских. Значит, один чудак, албанец, получал социальную помощь, и потом выяснилось, что он имел у себя на родине отель, который работал, построил за эти деньги. Короче, когда они всё это выяснили, его оштрафовали, присудили ему выплатить за всё это время социальные деньги назад, плюс ещё и штраф. Поэтому ему даже не хватило денег, когда он уже продал свой отель. Дед попал до конца своей жизни в долг. Поэтому очень-очень аккуратно с такими вот моментами. Я первый раз выкидываю текстиль. О, вот, видите, тут написано, что конкретно можно выбрасывать. Даже обувь, сумки и ремни. А, и подушки, кстати. Вот, так что вот такая вот штука прямо возле моего дома. Вот эти вот два чудесных домика. Это так называемая кита, ясли, в нашем городке, куда тоже очередь стоит, чтобы попасть на несколько лет вперёд. Значит, в Швейцарии в банке открыть счёт не так-то уж и просто. Тем более со статусом S. Не все банки открывают беженцам счета. Поэтому я сегодня пойду несколько и поделюсь вам результатом, где самые лучшие условия. Просто так прийти и открыть счёт тоже нельзя, нужно делать термин. Ну и, естественно, как в любом другом городе, у меня есть почта. И здесь есть постфинанс, где тоже открывают счёт для беженцев. Значит, какие особенности этого банка? Эти карточки работают только на территории Швейцарии. Если я не права, поправьте меня. Значит, 5 франков стоит обслуживание в месяц. И есть у них всё равно какие-то ограничения. Во-первых, деньги снимать можно только в банкоматах почты. В других банкоматах снимается комиссия. Вот, пожалуйста, кто-то выкинул шкафчик. Вот, и плюс, когда мы что-то покупаем онлайн карточкой почты, то всегда накидываются 2-3 франка, потому что она не входит в банковскую систему. И люди просят всегда оплатить больше, чем положено. Снимается комиссия. Вот эти вот нюансы все нужно учитывать, поэтому не нужно хвататься за первый попавшийся вариант. Тем более, когда вам сказали, да, открываем счёт, нужно тщательно взять и изучить все условия, сколько будет вам стоить обслуживание и какие есть нюансы. Опять-таки, если вы вдруг решите поехать куда-то на выходные в Италию, либо в другую какую-то соседнюю страну, то эта карточка уже работать не будет. Потом я зашла в банк UBS. Это мой любимый банк, где у меня счета. И меня тоже уделило то, что они открывают счёт для людей со статусом S. Ежемесячное обслуживание счёта стоит 7 франков в месяц. И приватбанкинг, онлайн-сервис стоит 5 франков в месяц. Пошли мы дальше. Перед нами Райфайзенбанк. Смотрите, какая здесь классная машина. Сюда высыпаешь мелочь. Помните, я вам рассказывала, что мне давали чаевые? Огромный пакет мелочи в конце месяца. Иногда получалось полторы-две тысячи. И вот сюда вот высыпаешь мелочь, и на твою карточку она начисляется. Для членов этого банка Райфайзен бесплатно, а для других людей 3% берут от суммы. Самые лучшие условия по открытию счёта в банке для людей со статусом S оказались именно здесь, в Райфайзенбанке. И мы уже сделали термин, и сейчас вам расскажу подробней. Мы вернулись только что с банка с Женечкой, и у нас отличная новость. Счёт нам открыли, и теперь я расскажу подробнее, что нужно для открытия счёта, и почему мы выбрали банк Райфайзен. Значит, во-первых, нужно дождаться получения карточки статуса S. Просто с бумажкой, что вы ждёте этой карточки, будет это сделать сложнее. Во всяком случае, нас попросили прийти, когда уже будет эта карточка. Значит, потом попросили ещё копию загранпаспорта, документ, подтверждающий личность Украины, и, естественно, нужно личное присутствие. Конечно же, не помешает при этом переводчик, так как в банке могут максимум переводить на английский. Значит, очень приятная у нас попалась женщина. Провели мы там больше часа. Это не такая уже и быстрая процедура. Распечатали нам 25 разных документов. Значит, что спрашивают? Есть несколько вариантов. Значит, нужен ли вам просто счёт? Нужна ли вам карточка? Будете ли вы пользоваться онлайн-банкингом? Ещё один вопрос был, хотите ли вы дать кому-то фоль махт? Фоль махт – это типа доверенность, генеральная доверенность. Например, если с моей тётей что-то случится, она ляжет в больницу, или вдруг там она резко попала в аварию и недееспособная, то она может доверить мне, например, чтобы я имела доступ к её счёту. Ну, либо там человек умер. Вот, поэтому сразу продумайте, какие услуги вы хотите получить от банка. Значит, чем они отличаются? Просто открыть счёт можно для тех людей, которые планируют приходить в банк раз в месяц и снимать своё пособие в полном объёме, получать наличные. Значит, если вы хотите быть более мобильным, рассчитываться в магазине, либо оплачивать какие-то услуги, тогда вам понадобится карточка. И третий вариант – иметь возможность проверять наличие поступления средств на вашу карту, либо делать какие-то переводы другим людям по Швейцарии, либо там что-то покупать онлайн, оплачивать какие-то счета, допустим, там, электроэнергию, завести себе твинт. Тогда, возможно, вам необходим онлайн-банкинг. Опять-таки, если вы разбираетесь, там, знаете, хотя бы английский язык, потому что там будет иностранный язык, либо разбираетесь хорошо с телефоном. Значит, если вы вдруг скажете, мне не нужен, для меня онлайн-банкинг будет очень сложный, то посмотреть баланс карточки можно, подойдя в банкомат Райфайзенбанк, засунуть туда карточку, нажать на кнопочку, посмотреть баланс и увидеть, сколько денег у вас на карточке, либо договориться с банком при подписании документа, что на момент поступления средств на вашу карточку вам может приходить какое-то уведомление на электронный ящик, либо на телефон. Вот, значит, почему мы выбрали Райфайзенбанк? Потому что для беженцев, для украинцев, которые получили статус защиты С, обслуживание карточки, открытие счёта является бесплатным на год. Как будет дальше, они пока не в курсе, продлят ли это, если продлится статус, либо сделают какую-то оплату, но пока так. Значит, мы подписали очень много документов, там единственное, что спрашивают во всех банках в Швейцарии, не имеете ли вы отношения к Америке, не являетесь ли вы резидентом Америки, потому что это связано с налогообложением, а также там с моментами неразглашения, разглашения банковской тайны, которая была у нас недавно, конфликт между этими двумя странами. Значит, это всё вам просто надо сказать «нет» и поставить везде галочки. После того, как вы подписали документ, оформили счёт, вам карточку пришлют через несколько дней на почтовый адрес, где вы зарегистрированы. Причём придёт два конвертика, в одном придёт карточка, а в другом придёт пин-код. Значит, этот пин-код нужно потом подойти в банкомат Райфайзенбанка и там его поменять на тот, который вы хотите и тот, который будет вам легко запомнить. И ещё хочу поделиться такой вот интересной информацией. Это женщина, которая нас оформляла. У неё самой живёт пять человек из Украины, беженцев. И там в основном бабушка, внучки. Они от 18 до 28 лет. Женщина просто без ума от этих людей. И она в полном восторге, как они вообще адаптируются очень быстро. Девочки уже пошли на какие-то курсы немецкого с каждым днём. Они с ней практикуются. Уже с соседями они начинают разговаривать по-немецки. Самое главное, что все соседи активно принимают участие в их интеграции, приглашают их к себе на чаепитие, чтобы разговаривать, чтобы они язык развивали как можно быстрее. Две девочки уже нашли себе подработки. Значит, одна устроилась в кафешке местной и приходит на обед и помогает накрывать на стол, разносить заказы клиентам. А вторая девочка устроилась двум разным бабушкам помогать по домашнему хозяйству, ходить с ними за покупками и опять-таки разговаривать. Конечно же, я прекрасно понимаю, что эти бабушки просто предложили такую услугу, чтобы дать помочь этой девочке немножечко почувствовать свою надобность, а также им не жалко дать эти несчастные 20-20 франков в час, чтобы и девочке помочь, а также пообщаться с ней и плюс поучаствовать в развитии её немецкого языка. Ещё одна семья, её знакомые фермеры, у которых у самих пятеро детей взяли ещё одну семью с Украины, и их у них четверо детей. И, короче говоря, все они живут в одном доме фермерском, и у них за столом 10 детей, можете себе представить. И точно так же я когда спросила, о боже мой, а как они это всё тянут, она говорит, ну вот так вот сказали, мы не обеднеем, и, короче, варят вот такие вот огромные кастрюляки. Всем семья очень сильно помогает, точно так же и по хозяйству, и какие-то работы на ферме, и в плане работ, а именно всё время предлагает свою помощь. То есть она говорит, сразу видно, что люди без каких-либо там корон на голове, и очень благодарны, и плюс принимают активное участие, постоянно спрашивают, постоянно предлагают свою помощь, потому что хотят, ну видно, что им неудобно, потому что всё-таки семья такая как бы небогатая. Это ещё раз к тому, что именно семьи, у которых небольшой достаток, они готовы ещё больше делиться с такими же семьями, да, у которых много деток. Вот, я ещё ни одной истории не слышала, чтобы какой-то банкир или какой-то там главврач, которые зарабатывают здесь огромные деньги, брали каких-то беженцев. Вот мне интересно, есть у кого-то такие истории, может быть, кто-то живёт в такой крутой семье. Вот поделитесь, пожалуйста, со мной в комментариях. Ну а я надеюсь, вам этот сюжет помог определиться. Интересно, какие банки вы посетили, и где вы открыли счета, и сколько стоят в ваших банках обслуживание карточки, если, конечно же, они отличаются от тех, которые я уже перечислила. Буду рада обратной связи, и спасибо большое за лайки, и за то, что интересуетесь моим контентом. Ну а мы увидимся с вами уже завтра. Отличного всем дня, прекрасного настроения. Пока-пока!